Горячая пора. С сегодняшнего дня дорожники приступают к проведению капитального ремонта улицы Бендерского Восстания. Также работы начнут на улице Ленинградской. Улица Бендерского Восстания пока без машины, троллейбусов. Четверка и пятерка временно не ходят. 5А ездит по обычной схеме. Количество троллейбусов 5А на этом маршруте увеличили. Так будет до сентября. Капитальный ремонт участка от улицы 50 лет в ЛКСМ до Молодежной планируют завершить ко дню республики. Сегодня же приступили и к ремонту Ленинградской. Дорожники фрезеруют верхний слой. На улице Тамары Кручок этот этап уже завершили. Капремонта здесь не было несколько десятилетий. Движение интенсивное. Ходит общественный транспорт, рядом школа. Объездная на Меринешты тоже идет по Кручок. Ямочный ремонт проблемы не решал. На данный момент мы начали неделю назад здесь работы. На данный момент провели фрезерование старого асфальта и демонтаж бордюрной линии и также старых бордюров. Нам предстоит работа. Мы здесь также применяем новую технологию по стабилизации основания. Мы продолжаем совершенствовать эту технологию, внедряем ее повсеместно. Поэтому будем производить стабилизацию основания, установку новых бордюров и после этого будем укладывать новый асфальт. За месяц уложат асфальта площадью в полторы тысячи квадратных метров. Прочное основание дороги – один из плюсов метода стабилизации грунта. Есть и другие преимущества, говорят специалисты. Капитальный ремонт дороги подразумевает в себе не только замену и реконструкцию оснований дорожного полотна. Он лечет за собой также замену бордюрной линии, ремонт остановочных пунктов, карманов дорожных, если они входят в этот участок ремонтируемой дороги. Как раз этот метод стабилизации основания позволяет нам делать ремонт основания непосредственно только и исключительно из своих материалов, не считая самого стабилизатора. За счет средств дорожного фонда запланирован капремонт и других городских улиц. В Бендерах силами КДС уже отремонтировали часть улицы Ткаченко от ЗАГСа до переулка Карпатского. До октября завершат и другой участок – от Гагарина до Центрального ДК. Улицу Советскую от автовокзала до Гагарина также отремонтируют до осенних холодов.